Ночной бегемот такой, вечерний бегемот, вот такой вот, красавчик, на флетик клюнул. Добрый день, мы сегодня на озере Трофей собираемся ловить карпа. Два Юрия против карпов. Юрий, ну попробуй, с чего мы начнем? Попробуем сегодня закормиться немножко, я уже сутки здесь на водоеме, есть какие-то результаты уже, и хочется немножко добавить корма, как раз пришло время, солнышко немножко как раз спало, и можно будет попробовать. Задача такая, прикормить его и ждать, когда он клюнет. Что будем делать? Смотрите, остатки зерновых, микс вместе с коноплей, тут всякий горох, кукуруза, все это тоже добавляем сюда. Будет у нас микс такой из зерновых и из бойлов вместе с перецом. Вот, весь мусор собираем, выкидываем. Так, остается у нас еще немножко пельчика, здесь разная фракция, размер от 8 мм до 22 мм. Добавляем его сюда. Вот, есть у нас еще бойлики остались с вчерашней кормежки, вкуснейшие, свеженькие, и будут еще бойлики вот со вкусом осьминога и перчика, со специями будем ловить. В насадках тоже присутствует перчик, поэтому без специй никак. С этим разобрались. Обязательный ингредиент для того, чтобы карпику было и нам интересно его ловить, конопелька. Без нее, без нее никак. Добавляем баночку конопельки. И еще один ингредиентик, немножко, я всегда добавляю, чисто для запаха, для того, чтобы появился муть небольшая, это мука крыля, слегка совсем. Просто легенько вот так вот добавляем. И все это будем заливать бустером креветкой, то, что у нас осталось, и крылевая вот еще, вот такого плана еще крыль. Заливаем всю эту историю. Сейчас, секундочку, тут надо отковырять. Есть! Все это дело должно настояться где-то минут 20-40, для того, чтобы было все вкусненько. Перемешаем, закроем крышечкой это все дело, и пусть настаивается. Погода как раз благоволит тому, чтобы можно было это все приятнее, на вкусняшку сделать. Перемешиваем весь этот ароматный супчик такой. И оставляем на 20-40 минут. После этого будем кормиться. Дистанции у нас отмерены уже. Несколько дистанций, на которых мы ловим, это 70 метров и 95 метров. Будем кормить между ними, чтобы можно было карпа привлечь на эти две дистанции, на которых мы ловим. Вот такая вот вкуснячка получается. Для чего вообще нужен этот процесс? Вода в водоеме разная бывает. Плюс, но бывает разная. Илистая, например, с запахом каким-то. И нам нужно сделать так, чтобы бойлы напитали в себя. Бустер этот или жидкость, которая идет с кукурузой, например. Или дополнительные CSL-ки добавляются. Для того, чтобы полностью бойл пропитался и не вонял потом на дне. Потому что если его оставить в таком сухом виде и покормить им, то получится такая история, что бойл пропитается илом. И рыбе будет он неинтересен. Это будет просто как камушек вонючий, просто неинтересный для рыбы. Поэтому мы эту штуку оставляем, вот в таком вот салатике. И будет результат, я надеюсь. Что ты сейчас делаешь? Подрезаю. Зачем? Меньшую. Чтобы он не поднимал полностью крючок. Потому что папчик сильно плавучий. Поднимает крючок слишком высоко. В некоторых случаях это полезно. Но на флейте нужно сделать то, что я говорил, маленькая кукурузка. Вот такая получается. Из 10-го папа. Вот такая вот штучка получается. Покрупнее. Отдеваем. Вот так одеваем. Чик. Стопорок сюда ставим. И стопорочек. Такие разные стопорки. И подтягиваем. Двух-трех сазонемящий должен сработать еще. А потом придется менять. Крючки тоже. Надо следить каждый заброс. Если где-то чуть-чуть затупился, все. Лучше поменять его сразу. Вместе с поводком. Не морочить голову себе. Потому что можно потерять рейку просто из-за этого. И все. Крючки это расходный материал. На них экономить нельзя. Должен быть все островым. Должен быть все островым. Продолжение следует... 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 супер это как с чем он это кислая груша ясно 10 миллиметров 9 часов вечера клюнул потаскал меня 20 минут но но сдался на а длину не мерил сколько почти метр ну чуть меньше супер юра сколько он весит ясно длиной метр где-то да все супер всем них восстания чешуи благодарю за подписку а